Коллективный Запад твердо решил предпринять очередную попытку поставить на место Россию, или как минимум проверить на прочность ее рубежи. В качестве застрельщика данной крайне сомнительной инициативы выступает наиболее последовательный и опасный геополитический противник нашей страны – Великобритания. Там вопрос о необходимости сдерживания России и ее обуздания обсуждается уже на уровне законодательного органа страны – парламента. Специальный доклад, подготовленный членами Оборонного комитета, его Палаты общин, по сути дела, является ничем иным, как четкой программой по вытеснению нашей страны из Черноморского региона и максимальному ослаблению ее позиций в таковом. То, что творчество джентльменов из парламента отнюдь не является отвлеченным умствованием или пустопорожней говорильней, очень ярко свидетельствуют недавние действия британских сухопутных и военно-морских сил, на счету которых уже имеется достаточно много как провокаций, совершенных на наших границах, так и других действий, направленных на нагнетание напряженности в самой непосредственной близости от них. Насколько далеко могут зайти агрессивные устремления Лондона и подстрекаемых им к антироссийским демаршам союзников? Что лежит в основе потрясающей самоуверенности англосаксов, повышающих своими авантюрами риск глобального вооруженного конфликта? Попробуем разобраться, кто и кому будет очерчивать красные линии. В упомянутом мною выше документе, подготовленном британскими парламентариями, на нашу страну традиционно возлагается ответственность за подрывные действия в отношении соседних стран и даже за непрекращающуюся военную агрессию против таковых. В виду, естественно, имеется Украина, которую англичане продолжают выставлять невинной жертвой, утверждая, что в обострении ситуации на Донбассе и невыполнении минских соглашений виновата, конечно же, Москва, они упорно не желающие воплощать их в жизнь Киев. По этому поводу парламентарии припоминают России весеннюю переброску войск к украинским границам, голословно заявляя, что отвод частей подразделений, участвовавших тогда в мероприятиях по проверке боеготовности, был осуществлен далеко не в полном объеме. И вот с этого момента уже начинается не просто претензии, а требования. Причем, предельно наглые. Авторы доклада заявляют, что наша страна должна убрать все свои вспомогательные военные силы, не только от границы с незалежной, ибо их присутствие является угрозой молодой демократии. Но и из российского Крыма. Получается, что право определять, где, в каком качестве и в каких количествах могут находиться российские военные, принадлежит вовсе не Москве, а Лондону. Это что-то новенькое, неоднократно звучавшее из Кремля напоминание о том, что Россия — это вообще-то суверенное государство, способное самостоятельно принимать решения относительно дислокации и перемещений собственных вооруженных сил в целях обеспечения своей безопасности. В Лондоне никто в расчет принимать и не думает. Вполне традиционно, впрочем, там продолжают твердить о незаконной аннексии полуострова и дестабилизации всей Европы, которую якобы осуществляет именно наша страна, а не НАТО, превратившая Старый Свет в сплошной военный полигон для своих беспрерывных маневров. Мало того, британцы берут на себя наглость заявлять, что для России должны быть определены красные линии, пересечение которых вызовет соответствующие ответные действия. Действовать, конечно же, предлагается всем Североатлантическим альянсам. Но роль передового отряда, а называя вещи своими именами, главного провокатора, британские джентльмены с большой охотой готовы взять на себя. Так, хорошо запомнившуюся всем недавнюю попытку прорыва эсминца уроди фенда королевских ВМС к Севастополю, от которой до вооруженного конфликта было менее полушага, в Лондоне упрямо называют мирным проходом и уточняют, что подобные, не менее вызывающие марши, все непременно воспоследуют в будущем. Авторы доклада, о котором у нас идет речь, уверены, что Британия должна взять на себя обязанности по обеспечению свободы судоходства в Черном море и, в первую очередь, твердо намеренно пользоваться в этой акватории полной свободой действий. Впрочем, англичане не были бы англичанами, если бы решили подставлять под огонь наших противокорабельных ракет исключительно собственные эсминцы. Роль основного поставщика пушечного мяса в грядущем конфликте уготована, как несложно догадаться, Украине. Эту территорию, как и любую собственную колонию, британцы превращают в военный плацдарм и форпост, направленный против России, не жалея на это ни сил, ни средств. Тамошние парламентарии прямо указывают в своем документе на то, что Лондон и его союзники вообще не должны обращать ни малейшего внимания на предупреждение Москвы относительно того, что вступление Киева в НАТО и вообще дальнейшее расширение этого блока на восток будут восприняты ей, как посягательства на красной линии, проведенные в Кремле. Джентльмены уверены, что обладают эксклюзивным правом что-либо обозначать на карте мира. Крымская война 2? Увы, разговоры об усилении военного сотрудничества с Украиной и стремлении Лондона, всемирно укреплять ее потенциал, в противостоянии с нашей страной, пустословием отнюдь не являются. Об этом говорят резко активизировавшиеся в последнее время действия британской стороны по наращиванию мускулов на залежной. Так, в процессе проходивших не так давно провокационных учений Sea Breeze 2021 на борту все того же злополучного эсминца Диффенда между Лондоном и Киевом было заключено соглашение по поводу сотрудничества в сфере военного судостроения, предусматривающее поставки Украине не только двух тральщиков, но и восьми ракетных катеров. Самое интересное, что лишь два корабля из числа последних планируется построить в Британии. Остальные, вроде бы, должны с ее помощью создаваться в самой незалежной. Где и как это собираются делать после бесславной кончины Николаевского судостроительного завода, глубоко непонятно. Впрочем, это проблема Киева. Для нашей страны гораздо важнее то, что в подписанном на борту эсминца-нарушителя меморандуме говорится о помощи, которую англичане якобы намерены оказать украинской стороне в создании двух военно-морских баз, как на Черном, так и на Азовском морях. И вот это не может не вызывать тревогу. Конечно же, британцы в жизни не будут заниматься возведением военных объектов подобного уровня для каких-то там туземцев. Собрались строить на совесть, значит исключительно для себя. В любом случае, даже если над этими базами и будет развиваться жовто-блакитное полотнище, хозяйничать там будут белые сахибы. И, следовательно, их военные корабли смогут обосноваться в самой непосредственной близости от наших границ в любую минуту. Ровно то же самое касается и сухопутных сил британской армии, как раз в настоящее время проводящих на украинском юге совместно с ВСУ маневры Косак Мэйс-2021 «Казацкая булава». Таковые, по словам представителей принимающей стороны, улучшат уровень совместимости и взаимодействия между штабами и подразделениями армии Украины и Соединенного Королевства. Ну еще бы, перед тем, как гнать на убой туземцев, следует обучить хотя бы элементарным командам и самым необходимым действиям. Складывается впечатление, что в Лондоне твердо решили повторить собственный опыт почти двухвековой давности, вошедший в историю под именем Крымской войны. Этот вооруженный конфликт был спровоцирован и развязан против России исключительно Британской империи, все остальные его участники играли роль статистов и группы поддержки. Что, впрочем, нисколько не помешало втянутым в эту кровавую авантюру Франции и Османской империи, понести в ее ходе людские потери, многократно превышавшие жертвы самих англичан. Позволю себе напомнить, что в Лондоне, начиная Крымскую войну, которую там высокопарно именовали битвой цивилизации против варварства, ставили цель не просто нанести поражение Российской империи, а фактически расчленить ее и превратить в забитое и бесправное квази-государство. Тогдашний глава британского правительства, лорд Польмерстон, предлагал оторгнуть от нашей страны не только принадлежавшей ей в то время Польшу и Финляндию, но также Прибалтику, Крым, Кавказ, Молдавию. Неслабые аппетиты, не правда ли? Правда, с их удовлетворением не сложилось. Россия потерпела военное поражение, но не была, как ожидалось, разбита на голову, да и обошлась эта первая победа англичанам и их союзникам слишком уж дорого. Тогда, в 1854-м, возглавлявший ту самую палату общин парламента Британии, члены которой сегодня строчат русофобские планы, Джон Рассел призывал вырвать у русского медведя клыки и заверял соотечественников, что пока не будут разрушены арсеналы России и ее флот на Черном море, мира в Европе не будет никогда. Судя по всему, несмотря на прошедшие столетия, ничего не изменилось. Во всяком случае, в головах английских джентльменов. Страна, чей государственный долг, по оценкам британского управления бюджетной ответственности Office for Budget Responsibility, ОБР, в следующие 30 лет перевалит за отметку в 120% ВВП, продолжает вбрасывать огромные суммы в гонку вооружений, лицемерно твердя о российской угрозе точно так же, как в далеком XIX веке. Суммы, которые Лондон намерен вложить в собственные военные программы в обозримом будущем, исчисляются астрономическими величинами. Не так давно речь шла о 80 миллиардах фунтов стерлингов на модернизацию армии и флота, которые планируется выделить в ближайшее время, и о 200 миллиардах военных ассигнований на предстоящее десятилетие. При этом в Британии прекрасно осознают, что ее сухопутные войска с их устаревшими танками и прочей техникой ни в коем случае не способны противостоять вооруженным силам России в масштабном столкновении. Очевидно, исходя из этого в качестве точки, где британский Лев собирается попробовать на зуб наши силы и выбран Черноморский регион, в котором англичане рассчитывают задействовать свои еще более-менее боеспособные военный флот и авиацию. Ну, а для выполнения ведущих к развязыванию конфликта провокаций и последующего заваливания трупами противника, они рассчитывают использовать кое-как подготовленные их инструкторами ВСУ, этих не жалко. К огромному сожалению, те, кто сегодня строит в Лондоне агрессивные планы в отношении нашей страны, отказываются принимать в расчет исторические факты. Поражение в Крымской войне 1853-1856 годов Российская империя понесла в силу технической отсталости своей армии и нерешительными действиями ее руководства. Сегодня тем, кто вздумает повторить эту авантюру, ни на что подобное рассчитывать не приходится. Новая война станет последней для ее зачинщиков.